Рада всех приветствовать. Надеюсь, что все здоровы. Сегодня наш стрим посвящен такой очень сложной для всех и эмоциональной, и физической теме, как COVID-19. На сегодняшний день и у нас в стране, и во всем мире, к сожалению, продолжается эпидемия. К сожалению, существует очень высокий риск инфицирования и врачей, и пациентов, и тех, кто уже готовится стать мамой, и тех, кто уже забеременел среди наших пациенток. И, конечно, обсуждение этой темы, мне кажется, очень важной, нужной и актуальной именно сегодня. Итак, мы постараемся подробно ответить на вопросы, касающиеся данной проблемы, и постараемся поговорить о том, как изменилась работа клиники в условиях пандемии. Итак, дорогие друзья, как же изменилась работа клиники, в частности нашей, в условиях пандемии COVID-19? Какие вообще на сегодняшний день существуют пожелания и требованиями здрава? Какие вопросы волнуют наших пациентов? Мы постараемся вам сегодня подробно и детально ответить на них. Итак, сегодня на наши и на ваши вопросы буду отвечать я, Стилко Галина Владимировна, главный врач клиники Айвимед, Елена Котлярова, эмбриолог клиники, и Максим Коробко, эмбриолог и андролог нашей клиники. Итак, первый вопрос, очень важный, очень нужный, очень интересный. Какие официальные рекомендации Минздрава Украины по работе медицинских учреждений в период пандемии? Надо отдать должное нашему Минздраву, что он действительно публикует подобные документы, он эпизодически делает уточнения, меняет эти документы, а если появляются какие-то новые сведения, новые рекомендации, в этих документах наш Минздрав опирается на общие мировые рекомендации, но что касается работы конкретно Айвия в клинике, к сожалению, у нас нет каких-то определенных конкретных приказов, исходящих из Минздрава, но есть рекомендации нашей Ассоциации репродуктивной медицины Украины, которые базируются на рекомендациях, которые предложили нам и связь с доктором. На сегодняшний день речь идет о том, что если мы говорим о плановых оперативных вмешательствах или плановых госпитализациях, то, конечно, наш Минздрав рекомендует, чтобы пациенты сдавали анализ на инфекцию COVID-19, и госпитализация происходит, если речь не идет конкретно о заболевании COVID-19, и госпитализации, допустим, в инфекционное отделение, то в этом случае Минздрав рекомендует проводить все-таки тестирование пациентам для того, чтобы избежать риска инфицирования персонала и других пациентов. Помимо этого существуют рекомендации, касающиеся, скажем, соблюдения санитарных норм. То есть на сегодняшний день рекомендуется уменьшить одновременное присутствие пациентов, их количество в зоне ожидания, и мы со своей стороны модифицировали расписание врачей и модифицировали расписание работы кабинетов таким образом, чтобы уменьшить одновременную нагрузку на зону ожидания, чтобы у нас меньшее количество пациентов находилось одновременно в клинике, соответственно, были меньше инфекционные риски. Кроме того, Минздрав рекомендует проводить определенную обработку дезинфицирующими средствами. Существует перечень таких средств, мы их все используем. Мы очень тесно сотрудничаем с санстанцией, сейчас она называется иначе, но тем не менее продолжает выполнять свои функции, и мы с ними в очень тесном контакте советуемся проводить вот такую обработку. Рекомендуют проводить кварцевание помещений, в связи с этим нами были приобретены лампы, которые можно включать в постоянном режиме, они не производят озон, и мы можем постоянно их использовать. Вот в зонах ожидания пациентов это позволяет обеззараживать воздух и снижать опять же риск инфицирования. Ну и, конечно, одно из самых важных требований это ношение масок и температурный контроль, потому что если пациент нашей клиники сообщает перед визитом, что он чувствует себя не очень хорошо, у него повысилась температура, мы очень просим его не являться на визит, все, что мы можем сделать дистанционно, проконсультировать, ответить на все вопросы, мы стараемся это делать. И если пациент явился все-таки в клинику, и мы выявили, что у него повышена температура, у нас есть определенное помещение, которое предназначено для таких случаев, мы пациента просим пройти в это помещение, чтобы он не контактировал с другими сотрудниками, ну и дальше действуем по протоколу. Кроме того, каждые два часа мы производим проветривание, обработку ручек дверных для того, чтобы пациенты, ну если вдруг кто-то окажется инфицированным, имели значительно меньший риск заражения, мы протираем все поверхности в кабинетах и в клинике каждые два-три часа с той же целью. Ну вот, такие принимаются меры. Они в общем и целом согласуются с рекомендациями Минздрава, хотя повторюсь, касательно работы EVF клиник, конкретных рекомендаций Минздрава не разработано. То есть мы пользуемся общими рекомендациями. Следующий вопрос. Как в вашей клинике организовано тестирование сотрудников на COVID-19? Очень хороший вопрос. Постараюсь на него ответить. Значит, первый приказ Минздрава от, кажется, 20 или 25 мая 2020 года рекомендовал тестировать антитела М и Ги медработникам, к сожалению, сотрудникам частных лечебных учреждений государства никоим образом в этом вопросе не помогало. Но мы, тем не менее, тестировали наших медицинских работников на антитела. И к своему, ну скажем так, удивлению обнаружили очень много ложноположительных тестов. Потому что если выявляли положительное М, то мы потом перепроверяли методом цепной полимеразной реакции, которая считается более точной. И, в общем-то, они не подтверждались. И после этого мы приняли решение, что мы будем делать тестирование сотрудникам методом ПЦР. Мы тестировали всех сотрудников ежемесячно. Затем рекомендации Минздрава поменялись. И рекомендуют тестировать только в случае выявления симптоматики. Кашель, температура и так далее. Вот. И сейчас мы пользуемся этими рекомендациями, что все сотрудники проходят температурный контроль. Если выявляются случаи ухудшения самочувствия или повышения температуры, мы направляем их на тестирование методом ПЦР. В случае выявления положительных тестов выявляем, кто был в контакте, тестируем контактных. Ну и, конечно, такие сотрудники изолируются. К счастью, в связи с принимаемыми нами мерами противоэпидемическими у нас единичные были подобные случаи. И, в общем-то, к счастью, я надеюсь, их не должно быть очень много, потому что мы максимально стараемся внимательно относиться к противоэпидемическим мероприятиям. Следующий вопрос. Существует ли какой-либо риск для моих эмбрионов в вашей лаборатории эмбриологии в период пандемии? Чудесный вопрос. Я передаю слово нашим эмбриологам. Наверное, вам, Елена, если вы можете ответить. Пожалуйста. Доброго дня еще раз. Так, дякую за запитание. Мы создали очень много разных условий, которые помогают уникнуть заражения эмбрионов, эмбрионов, гамет, которые помогают уникнуть заражения співробитников эмбриологии. Під час пандемии мы придбали додатковый инкубатор для того, чтобы уменьшить навантажение на эти инкубаторы. Когда идет потек пациентов, мы придбали этот инкубатор для того, чтобы каждый кейс, каждая чашечка с эмбрионами была окремая в планшете. То есть, все эмбрионы, которые культиваются у нас в инкубаторах, они не пересекаются с другими пациентами. У каждого окремая, как сказать, планшетка, частинка, и так эмбрионы культиваются. Также мы несколько раз на день обработаем все поверхности с эмбрионами, которые не поместят спирту, поместят аммоневые сполуки. Это не шкідливо для эмбрионов, ооцитов, сформатозоидов, но снищают вирусы, грибки, другие бактерии. Мы обязательно поддерживаемся дистанции. Обязковыми требованиями есть носение гумовых ручков, рукавичек, а также маски. Также, если можно, я немножко добавлю тоже к этому вопросу. Тут не стоит такой вопрос, но я просто добавлю от себя со стороны андролога, что также в нашей клинике вы можете быть абсолютно уверенным в том, что ваш биологический материал в виде эокулята будет сохранен в полной безопасности, потому что консервируется он в закрытой системе. То есть весь материал, который у вас лежит в специальном дюаре с азотом, он полностью изолирован, пациенты друг от друга изолированы. Поэтому вы можете быть полностью уверены, что ваш материал ни в коем случае не сможет контактировать с каким-то другим материалом. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Я хочу со своей стороны еще добавить, что на сегодняшний день нет информации, опубликованной о том, что таким путем, даже если мы получили клетки и сперматозоиды от инфицированных пациентов, что таким путем вирус может передаваться плоду ребенку. При наличии уже беременности существуют работы, которые говорят, что возможно, теоретически, может быть, есть риск вертикальной передачи. Но посредством эмбрионов и культуры в лаборатории пока такой четкой информации нет, но возможно еще недостаточно, скажем, на данный сегодняшний день такой риск не зафиксирован. Итак, наш следующий вопрос. Какие дополнительные меры по профилактике распространения COVID-19 принимаются в отношении пациентов в клинике Айвимед? Мы, конечно же, со своей стороны делаем все возможное, чтобы выявить потенциально инфицированных пациентов, ну и чтобы они не пересекались с пациентами, которые не имеют данную инфекцию. Перед началом лечения мы просим пациентов заполнить специальную анкету, которая выявляет факторы риска, ну, скажем так, легкого течения, бессимптомного течения данного заболевания. И перед инвазивными процедурами у нас есть возможность сделать экспресс-тест на COVID-19. Это занимает 5-10 минут. И, в общем-то, мы стараемся это делать для того, чтобы, опять же, снизить риск инфицирования пациентов в момент послеоперационной палате, чтобы персонал был информирован. То есть мы принимаем вот такие меры предосторожности в случае выявления пациентов с симптоматикой, как я уже сказала, исследование методом сухополимеразной реакции для того, чтобы точно понять, есть или нет данное заболевание. Хотя данные литературы свидетельствуют, что точность и надежность тестов на сегодняшний день 70-80% потенциального инфицирования мы можем выявить при помощи подобного тестирования. Итак, движемся дальше. Переходим к следующему вопросу. Влияет ли COVID-19 на качество эякулята? Может ли он вызвать бесплодие у мужчин? Очень замечательный вопрос. Я хотела бы его адресовать нашему эмбриологу, андрологу Максиму. Пожалуйста, Максим. Спасибо. Действительно, это очень интересный вопрос. В интернете и в СМИ можно очень много увидеть информации, всяких исследований, которые противоречат друг другу. Поэтому важно тоже отфильтровывать эту информацию. Опасения, прежде всего, возникли отчасти потому, что известно, что яички производят специальный белок, который, как считается, используется новым коронавирусом для проникновения в клетки. Таким образом, теоретически вирус может повлиять на яички. Есть также некоторые свидетельства того, что болезни, также высокая температура, вызванные некоторыми инфекциями, включая также грипп, могут временно снизить количество сперматозоидов и увеличить выработку аномальных сперматозоидов. Но этот эффект является временным. Это стоит понимать. Также проводилось несколько исследований. По одним данным коронавирус не влияет на качество спермы, а по другим данным коронавирус поражает морфологию сперматозоидов, то есть их строение. Также коронавирус ухудшает фрагментацию ДНК сперматозоидов. То есть все это в одном исследовании показывают такие данные. Также исследование показало, что мужчины с COVID-19 показали различия в уровнях их гормонов, связанных с репродукцией. То есть это временный фактор или нет, на данный момент это под знаком вопроса. Также есть некоторые сведения, в которых было исследование, детей, которых перенесли COVID-19. И есть сведения об угрозе низкой фертильности следующих поколений этих детей. То есть было выявлено, что у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходят серьезные изменения сперматогенеза. Но как бы то ни было, все эти данные, они лишь поверхностные. И я бы хотел сказать, что стоит все равно подождать более точной информации и не верить каким-то неправдоподобным данным. Спасибо. То есть может или не может тогда вызывать временное ухудшение показателей? На данный момент показано, что может ухудшать показатели после перенесения или во время перенесения. Но ухудшает ли она фертильность через 5-10 лет? То есть таких данных мы на данный момент просто физически получить не можем. Через 5-10 лет, возможно, точно скажут, что да или нет. Но на данный момент сложно сейчас сказать. Спасибо большое за очень подробный и интересный ответ. Движемся дальше. Итак, что делать, если я заболею COVID-19 в момент подготовки к функции или к переносу эмбриона? Очень серьезный вопрос. Спасибо тому, кто его нам задал. Мы продумали определенные сценарии, как мы будем действовать в случае, если вот подобная ситуация произойдет. Конечно, если речь идет о подготовке к переносу замороженных эмбрионов, то самое простое – эту подготовку прекратить, потому что она происходит, как правило, без стимуляции. Ее, по большому счету, можно остановить в любой момент. И, конечно же, лучше в этот момент перенос не делать. Эмбрионы в замороженном виде, они могут, когда этого не меняются. И потом, когда пациентка выздоровеет, когда она будет чувствовать себя лучше, то мы можем возобновить эту подготовку и сделать перенос через цикл, через два, через три, в общем-то, когда пациентка будет готова. Чуть сложнее ситуация с пункцией, потому что, ну, если стимуляция произошла, яичники хорошо ответили, у них много фолликулов, то, конечно, желательно пункцию сделать, если у пациентки нет какой-то очень яркой симптоматики, тяжелой дыхательной недостаточности и так далее. И в этом случае у нас есть возможность провести пункцию в отдельном помещении с отдельным входом, сделать это максимально безопасно как для сотрудников, так и для других пациентов, и все-таки произвести забор яйцеклеток у такой пациентки. Единственный момент, что, конечно, это потребует некоторых дополнительных расходов, потому что все сотрудники должны будут быть снабжены специальными защитными костюмами, должны будут быть приняты определенные меры предосторожности. После проведения подобной манипуляции по стандартам МОЗ требуется специфическая обработка помещения, поэтому ель к такому сценарию, но это потребует некоторых дополнительных расходов. Что касается самих яйцеклеток или эмбрионов, то, повторюсь еще раз, на сегодняшний день нет информации, что таким путем мы можем этот вирус передавать. Но это информация на сегодняшний день. Поэтому у нас есть так называемый карантинный дюар, то есть отдельная емкость, в которой мы храним эмбрионы или клетки пациентов, у которых, скажем, по какой-то причине мы не имеем пока окончательной информации касательно их инфекционного статуса. надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Итак, дорогие коллеги и пациенты, движемся дальше. Следующего при стерильных условиях для репродуктивных клеток эмбрионов в период пандемии. Я думаю, что мы, наверное, все-таки частично ответили. Наверное, можно реализировать, всем потом дополнят. Пожалуйста, коллеги. Я могу еще додать, что на ламінаре мы працюем только с одним кейсом. То есть, когда проводится процедура, у нас есть только те чашечки того пациента, с которым мы безусловно працюем. Мы сделали процедуру, потом мы перестали эти чашечки в инкубатор, або, если там уже нема біологического материала, мы утилізовали и обовязково протерли все поверхности. И снова таки, хочу додать, что они без вместо спирта, с амоними сполуками, протерли поверхность, которые будут безопасны для гамет, для эмбриончиков. И после этого мы только можем уже заниматься другим кейсом. Ну, снова таки, все процедуры маніпуляции выполняются исключительно в гумовых рукавицах, мы в шапочках, в масках. Также хочу еще додать, что мы придбали креосховище, яке не поместить ридкого азоту, а используются пари азоту. Когда мы замороживаем эмбрион, яйцеклитин, это больше минимизирует фактори заражения, пар азоту, чем ридина, потому что все вирусы переносятся с краплинками ридини. И теоретично краплинки ридини ридкого азоту могут передавать коронавирус, вирусные инфекции. То есть, чтобы минимизировать, мы сейчас используем лишь креосховище с парамы азота. Я еще немножко добавлю, что в эмбриологии используется специальная система фильтрации воздуха. Есть три степени очистки воздуха, и каждые четыре минуты воздух полностью обновляется в эмбриологии. Также, что касается, здесь тоже стоит вопрос репродуктивных клеток, то если это касается андрологии, то, как и моя коллега сказала, что все сотрудники используют маски и перчатки. Еще добавить по поводу андрологии, что андролог очень часто меняют перчатки, потому что после каждого пациента, после работы с каждым пациентом он обязан сменить перчатки. То есть, с каждым пациентом, скажем так, абсолютно новые перчатки. И все сотрудники конечно же меняют маски каждые три часа. Спасибо большое. Со своей стороны я хочу добавить инструменты, то есть, все иглы, пробирки, чашечки, куда помещается фолликулярная жидкость, это все только одноразовое использование. Мы не используем многоразовые иглы. Все гинекологические инструменты, как то зеркала и так далее, это тоже пластик одноразовый, поэтому какого-то внешнего инфицирования в общем-то нет и не может быть. И опять же, пациенты тестируются перед тем, как мы их приглашаем на процедуру забора яйцеклеток. Поэтому мы действительно делаем все возможное для обеспечения максимальной стерильности и безопасности. Я думаю, что мы ответили на этот вопрос и предлагаю двигаться дальше. следующий вопрос. Ники Айвимед в период пандемии. Я думаю, что на этот вопрос наш эмбриолог и андролог Максим сможет ответить. Пожалуйста, предоставляем вам слово. Спасибо. Как вы уже ранее сказали, какие меры у нас предусматриваются в нашей клинике, вот все это тоже относится к андрологии. То есть как и во время пандемии, как и до пандемии, андрологи, эмбриологи и другие сотрудники тоже придерживались неких санитарных норм. Во время пандемии у нас постоянно все сотрудники носят маску, также перчатки. Спермоздаточная комната постоянно кварцуется и все поверхности, которые находятся в андрологии, а также в эмбриологии постоянно протираются специальными дезинфицирующими средствами. В принципе, производятся все меры для того, чтобы наши пациенты, а также все сотрудники клиники чувствовали себя в полной безопасности и не боялись заразиться или заразить кого-либо другого. Спасибо. Спасибо огромное за ответ. И я думаю, что на сегодня мы с вами обсудим последний вопрос. Принимает ли роддом инфицированных рожениц и какая процедура? Я частично ответила на этот вопрос. Конечно же, роддом будет принимать рожениц, если они инфицированы. Другое дело, что они могут, конечно, и сами об этом не знать. Крайне желательно, если пациенты информированы о том, что они инфицированы, предупредить об этом скорую помощь и их будут госпитализировать в отдельную палату, чтобы они не инфицировали других рожениц и других деток. Но, конечно же, принимают. Повторюсь еще раз на сегодняшний день в Киеве это два роддома, но, возможно, и в остальных роддомах скоро будут рожениц. Раньше в роддомах были так называемые обсервационные отделения, они, собственно, есть и сейчас. Там, где госпитализировали рожениц с какими-то инфекциями.